Мы вчера немного разбирались с понятием Синайский Завет и из чего он состоит. Разбирались? Получилось? Понятно, что понятие Синайский Завет несколько шире, чем понятие закон Синай или закон Маше. Вторую достаточно сложную концепцию я предложил не рассматривать закон Синай как религиозный закон. Здесь есть некая проблема. Здесь есть некая проблема. С данной проблемой, как правило, мы сталкиваемся в современном обществе или в новозаветных церквях и общинах. Вам объясню проблему. Причем проблема намного критичнее, чем проблема, которая была тогда. И вот в чем проблема. К примеру, вы встречали людей, которые родились в верующих семьях? Тут пару человек есть. Окей. И в отличие от израильского общества того времени, эти дети живут жизнью шизофреников. Они хорошие ребята, но у них тоже те же самые проблемы. В чем вопрос? Они находятся в кругу своей семьи. Их, в общем-то, без их согласия, достаточно в раннем возрасте начали приводить в церковь. Или в общину, не важно. Приводили вас? И вы там что-то слышали? Ну, хотят они слушать, не хотят. В общем-то, они все равно что-то слушают. Их вводят какие-то библейские классы, дают какие-то шабатные или воскресные школы. Им там что-то рассказывают. Заставляют их читать Библию, рассказывают библейские истории. Каким-то образом их развлекают, заставляют ходить на служение. Ну, что-то происходит. И там все время они что-то слышат. Окей. Но когда они идут в школу, да что ж такое, ну, ребята, ну, вы же взрослые, уже разберитесь со своим компьютером. Когда они идут в школу, во двор, не надо испытывать наши отношения. Когда они идут в школу, во двор, там они слышат что? Абсолютно другое. Абсолютно другое. И у них возникает внутри определенный конфликт. Кому же верить? Почему он сказал, что жизофреников? То есть здесь говорят одно, ну, вроде как все правильно, ну, так мы будем. Правильно. А здесь говорят другое, и тоже вроде правильно. Но здесь же, ну, диаметрально противоположное, чем здесь. И здесь правильно, и здесь правильно, и хочется быть и умным, и красивым. А как разорваться между двумя этими полюсами? И вот человек живет целую неделю нормальной, полноценной жизнью, потом его загоняет на служение, и там начинает ему рассказывать, как правильно. Ну, с трудом воспринимается. Понятно, о чем я говорю? То общество было несколько другим. Почему? Потому что то общество было изначально религиозным, да? Или все там были верующими. И поэтому то, что они слышали в синагоге и в храме, совпадало с тем, что они слушали дома, на улице, с друзьями. Понятно, да? То есть, у них не было такого конфликта, который есть сегодня у нас. Ну, у детей он более явно проявляется, у взрослых в меньшей степени он проявляется. Ну, взрослые тоже сталкиваются с тем же самым конфликтом. Они приходят в среду неверующих, где начинается испытание их веры. То есть, то общество было не совсем такое, как это. И проблемы в том обществе были значительно меньше. Почему? Потому что то общество было изначально обществом верующих людей. Здесь мы живем на два общества. Одно верующих, а другое неверующих. Я не буду сейчас спрашивать молодых людей вообще, что они думают об верующем обществе, их идеях. Их все равно сказали, иди слушай, тут хорошо будет тебе рассказывать, совсем соглашайся. Я не буду сейчас этого делать. Но основа того, что нам нужно все равно выбраться из нашего представления, из нашего мировоззрения и прийти к библейскому мировоззрению. Почему? Потому что есть тот, кто сотворил все это. И тот, кто сотворил, он точно лучше знает, как он все устроил. И его представление, оно соответствует истине, все другие, не соответствующие ему, соответственно, будут неправильными. Несмотря на то, что они выглядят правильными, логичными, красивыми, очень доказательными, все равно неправильными. Все мы выросли в материалистическом обществе. И наследовали, соответственно, материалистическое мировоззрение. Которое коренным образом, в общем-то, отличается от того мировоззрения, которое имели евреи. Это понятно, да? И все мы дружно наследовали одну проблему, на которой мы не догадываемся, но мы ее имеем. Ты хочешь хорошо зарабатывать? Странно, да? Кто-то из вас не хочет этого? Вы думаете, вы отличаетесь? Вы не хотите хорошо зарабатывать? Ну, уже зарабатывать, уже не хотите, уже всю жизнь удалось. Вы стремитесь к приобретению материальных благ? Да. И, в общем-то, процесс имеет некоторую конфликтную окраску, потому что не всегда процесс приобретения материальных благ соответствует тому, что написано в этой книжке. Я правильно выражаю свою информацию? Окей. И здесь назревает определенный конфликт. И когда люди приходят в общину или церковь, они спрашивают, слушайте, ребята, все классно, книжка хорошая, уважаем, а как жить? Ну, то есть, так, как мы живем, не соответствует так, как тут написано. Правильно? А как же тогда жить? Вот если вы приедете в страны с анимистическим мировоззрением, в Индию, в Китай, в большинство африканских стран, вы знаете, что вам такого вопроса не зададут? Анимистическое. Анимистическое – это когда мир прежде всего духовен. Материалистическое – когда говорится о том, что мир материальный, и никакого духовного мира, соответственно, нет. Анимистическое мировоззрение говорит, не, ребята, подождите, мир прежде всего духовен, и за всеми событиями, которые происходят в этом мире, стоят духи, духовная сила. Так вот, те ребята не задают такого вопроса, как мы. Почему? А? А они уже поняли, как все устроено, и как все работает, и все нормально, у них порядок. Материальный мир, он у них как был вторичным, так и остался вторичным. Они нашли центральную часть, духовную, правильную, и все. А там, что было, на втором плане там и осталось. Но у нас проблема. То, что у нас было на первом плане, оно вдруг должно сместиться на задний план. И мы должны стать очень духовными. И мы должны понимать, что прежде всего духовное. А вот то, что всегда было на первом месте. И здесь начинается легкий конфликт. Как то, что было на первом месте, задвинуть? Вторая проблема. В десяти заповедях, о которых мы будем сегодня говорить, есть одна неестественная заповедь. Вот со всеми заповедями хорошо, с одной плохо. Какая заповедь неестественная? Или сверхъестественная? Не возжелай. Не возжелай. Скажите, пожалуйста, для вас естественно хотеть что-нибудь? То есть, для человека нормально желать. Ну, это норма. У тебя есть желание? Тебя ограничивают в них? А все равно хочется. Точно. Бинго. А здесь к тебе приходят и говорят, послушай, я тебе хочу объяснить сейчас. Внимание. Я тебе не только не дам, но еще говорю, и не желай. О чем это? Как это? Ну, для меня, естественно, желать. Так мало того, что мне не дают то, что я хочу, то мне еще говорят, что и желать нельзя. И вы хотите сказать, что это естественно? Точно не естественно. Человеку естественно желать. И поэтому Бог не ограничивает вообще в принципе желание. Он ограничивает желание в определенном сегменте. И нужно понимать, что человек не мог придумать такую заповедь по одной простой причине, потому что он не может проконтролировать ее выполнение. Понятно, о чем я говорю, да? То есть в вашу голову никто залезть не может, и поэтому не может проверить ваши желания. Поэтому эта заповедь не родилась на этой земле. Почему? Во-первых, она противоречит природе человека. Человеку свойственно что делать? Желать. Хочу. Ему говорят, послушай, вот это нормально, что ты хочешь, а вот это ненормально, что ты хочешь. И то, что ты хочешь запретного, это грех. И поэтому твои желания ты должен обуздывать, контролировать, и это желать, а этого не желать. Но человек не может проконтролировать это, это может проконтролировать только Бог. И поэтому, когда мы смотрим на одну из десяти заповедей, мы понимаем, что тут без Бога таки не обошлось. Таки это он. Таки не мог человек придумать все это дело. Почему? Потому что человек не мог. Ну, кто-то читал маленького принца Экзюперей. Там хорошая история про короля, который вставал и говорил, солнце, встань. И солнце вставало. И потом он говорил, солнце, сядь. И солнце что делало? Садило. И маленький принц его спросил, слушай, а можно вот, ну, оно же бы с тебя и встанет, и сядет. Ну, что ж как-то бы с тебя. А ты не можешь вот в процессе этого сказать. Нашел умный король сказал, а смысл выдавать приказы, которые никто не будет исполнять? Понятно, да? То есть, смысл давать, ну, то, что ты не можешь проверить. Смысл говорить, не делай, когда ты не можешь проконтролировать. И тем более, ты не можешь, ну, если не можешь проконтролировать, ты не можешь наказать. То, Бог говорит, не вожелай. И накладывает определенные запреты. Понятно, да? Поэтому мы можем догадаться, что все не так просто. Это непридуманная вещь. И вот мы видим общество, которое прежде всего характеризовалось тем, что оно было верующим. То есть, они знали, как устроен этот мир. Причем, знали только они, и больше никто не знал. Все остальные народы земли, Гаим, они были не в курсе. Понятно, да? А евреям Бог при исходе из Египта, он открывает свой закон. Дает понятие справедливого закона. Окей. Понятие справедливого закона – простое понятие или не очень? Справедливость – это понятие, которым мы пользуемся? Скажи, пожалуйста, родители поступают всегда справедливо с тобой. А по-твоему? О! О! Понятно, да? Есть уже некий конфликт. Знаете, в чем проблема? Точка отчета разная. У него есть точка отчета, и он, пользуясь своей школой, считает, что по отношению к нему поступили несправедливо. Не, неправильно. Не, не, не. Несправедливо. Может быть и правильно, но несправедливо. Понятно, о чем я говорю, да? Ограничили его, какие-то свободы, обещали дать, потом отменили обещания. Ну, разные ситуации, я не знаю, как это все происходит в этой семье. Ну, я могу, конечно, поинтересоваться у папы, но не будем. Это ваше семейное дело, и, в общем-то, родители поступают каким-то образом. Но вот чего не учитывают молодые люди. Знаете, ничего? Знаете, чего все вы не учитываете? Проблема в том, что вы пользуетесь относительным понятием справедливости. Оно не абсолютно, оно относительное. Замечу, что ты не можешь быть априори объективным по отношению к себе. Ну, то есть, это со старта. Просто для начала разговора. Человек по отношению к себе не может быть объективным. Вот я точно знаю. Вот сидит человек. Вот он не может быть объективным по отношению к человеку, который сидит рядом. Ну, вот просто не может. Вот по отношению к тебе может, а по отношению к нему не может. Знаете, почему? Там мама. Или низкий, не важно. Он тоже считает, что к нему несправедливо. Ну, о чем мы говорим? Родственные... Не, не, я пошутил. Не надо выяснять отношения. Родственные связи, они накладывают определенные проблемы. Субъективизма. И мы вот такие всегда по отношению к себе. Вы знаете, что вы поступаете все достаточно плохо. Я могу вас обрадовать. Вы очень плохой человек. Можно я закончу? А вот после того, как я закончу, вы повторите то, что вы только что сказали. Хорошо? Если смелости хватит. Вы достаточно плохой человек, потому что Иисусу Христу пришлось прийти на эту землю и умереть за вас. Шо угу. Так вы же только что сказали мне нет. Это был вчера. Сегодня это хорошо. Хорошо. Итак, вы достаточно плохой человек. Нет, мои хорошие. Ничего не изменилось. Объясняю. Прощение несправедливо. И прощение не сделало вас лучше. Он искупил и вменил вам праведность. Но она пока еще вам не принадлежит. По праву. Она вам досталась по милости. Не надо считать ее своей. Не надо считать ее заслуженной. Потому что Рэбе Шауль имел смелость сказать. И из грешников я... А вы, значит, какой? Второй, да? Не понял. Тоже скромно так, со вкусом. Понятно, да? То есть мы по отношению к себе все наши поступки, которые мы сделали, мы себе объяснили, оправдали себя, простили и забыли. И я говорю, слушайте, да мы нормальные пацаны вообще. Не все так плохо. И если кто-то к нам чего не так, то он несправедлив. Не всегда на то, что я говорю, надо спешить говорить аминь. Не аминь. Конечно, хотелось бы, чтобы было так, но есть вопросы еще с этим делом. Допилим немножко. Итак, понятно? То есть стартовые понятия. Не думайте, что вы такие хорошие. Когда вот возьмете эту штуку, посмотрите вот сюда, в эту книжку. Поймете, что вы достаточно еще... Есть куда стремиться. Да? Ну, есть. Ну, положа руку на сердце. Есть куда? Святое, да, освящается. Еще. Ну, это процесс. И этот процесс будет продолжаться, пока мы на этой земле. И поверьте, есть чего у меня. Есть. Еще есть. Понятно, да? Понятно, что отношение к себе любимому изначально вот несправедливо. То есть мы говорим, что кто-то по отношению ко мне поступает несправедливо, а твое суждение справедливо по отношению к себе. Не предвзято ли оно? Понятно, о чем я говорю? То есть мы пользуемся понятиями изначально не объективными в отношении справедливости. Мы не можем быть объективными. Только Бог может быть объективным. И его понятие справедливости, оно абсолютно, совершенно, абсолютно. Все наши понятия справедливости, и когда неверующий говорит, это несправедливо, или Бог несправедлив, меня несправедливо обидели, я говорю, окей, я не возражаю. Но кто судья? А судей кто? Ты сам судишь, что по отношению к тебе поступили, так ты изначально несправедлив. Почему? Ты предвзял. Нужно пригласить кого-то третьего не заинтересованного, желательно не из родственников, да? Чтобы он мог расценить, справедливо это или несправедливо. И когда это все произойдет, нужно о себе вспомнить, что милость лучше. Понятно, да? Есть проблема. С этим есть большая проблема. Потому что по отношению к себе мы хотим всегда того, что мы не хотим давать другим. Ну, мы к себе относимся лучше. Понятно, да? И для себя хотим больше. Меня часто спрашивают, скажи, а вот с какой цифрой нужно давать десятину? До уплаты налога или после? Я говорю, скажите, пожалуйста, а вы себе берете с большей или с меньшей? Ну, когда считаете для себя, вы с какой будете цифрой брать, с большей или меньшей? Ну, для себя. Что, затрудняетесь ответить? Я с большей. Я всегда беру себе, вот лично себе с большей. Так вот, евреи, когда приходили в храм и вложили туда вот деньги, десятину, да? То они брали себе. Опять, что с лицом? Это трудно. Это каждый раз вызывает какие-то, ну, непонимания. Объясняю. Еврей, когда приходил и ложил, то он брал себе. Не, непонятно? Еще раз. Еще раз. Вот. Я чувствую эту проблему. Обычно вы, когда делаете вот это, что вы делаете? Даете или берете? Вы отдаете. А евреи берут. Вот, ну, как не у людей. Скажите мне, пожалуйста. Еще, он говорит, собирайте. Прошу прощения, кому? Себе. Значит, делая митву на земле, вы что делаете? Собирайте. Какой конфликт? Какой конфликт? Они что делают? Берут себе. Десятина, приношениями, даяниями. Бабушку через улицу перевели? Тоже себе. Пошли, помолились за кого-то? Опять-таки вам. Собирайте. Кому сокровище? Себе на небесах. И какая вам, извините, меня еще награда? Какой посев? Куда? Вы собрали кому? Себе. Ну, ребята, поздравляю, собирайте. Ну, все у евреев, все не как у людей. И поэтому приходилось у этих ребят. Я заберу, не переживайте. Вы не переживайте. Все будет хорошо. Не раз... А здесь нет таких, чтобы... Это вопрос. Не по адресу, шея нога придет, его потом спросите. Итак. Итак, понятно, да? Все не как у людей. Собирают, как бы дают вроде, но на самом деле себе берут. И поэтому евреев приходилось ограничивать в этом деле. У нас уговаривают, а их приходилось ограничивать. Когда, ну, собирали на мешкан, ну, скини, Моисей сказал, чего надо принести. И мудрые сердца начали нести. Ну, не все, не-не-не, только мудрые, кого влекло к этому сердцу, начали нести. А те мужики, которые брали, пришли к Моисею и говорят, слушай, завязывайте. Уже больше не надо. А они, говорит, несут. Говорят, прикажи, не просто скажи, что, ну, прикажи им, чтобы перестали. Ни в одной общине не видел. Чтоб Равин вышел и сказал, так, все, завязывайте, больше не несите. Уже некуда складывать. Да? Хочу, я хочу быть в такой общине, где Равин будет останавливаться. Странавливать при жертвовании, говорит, больше не надо, уже все есть. Уже не знаем, куда это все девать. Все, хватит. Кстати говоря, почитайте, что было, когда строили храм. Когда Давид, ну, решил там немного пожертвовать на храм, ситуация была такая, что вроде всего хватало, они опять несли. И оно уже не надо было. Уже все было готово. А они все равно несли. Это, ну, мудрое сердце. А у нас, понимаете, мудрости еще, наверное, не хватает, потому что все равно призывает к пожертвованию, как-то поощряет. То есть, не останавливает, а поощряет. Значит, чего не достает еще мудрости. Ну, что, я думаю, что это все впереди. Мы это увидим. Хорошо, окей. Итак, ситуация со справедливостью понятна. И нужно понимать, всегда существует конфликт между обществом и личностью. Ну, то есть, он всегда существует. С точки зрения личности, у нас есть личность, на которой мы сегодня примеры ставим, чтобы не скучно было, его ограничивают. Ограничивают. То есть, есть общество, которое от тебя чего-то хочет. А ты говоришь, подождите, ребята, ну, я понимаю ваши желания, но они не совпадают с моими желаниями. Я говорю, тогда мы не хочу. А общество? Ну, пока общество, наверное, в виде папы с мамой. Ну, семья – это тоже, извините, общество людей. Церковь, община, семья, государство – это разные формы общества. И общество собирается и решает, что должна делать личность. А личность говорит, я, собственно говоря, простите, против. Общество говорит, ты не понял. У нас есть методы давления на тебя, и мы тебя таки заставим. Правильно. Ну, а личность тоже не глупая. Она находит пути. Ищем. Ну, я не знаю, находишь или нет, но, по крайней мере, ищем. Я не знаю, удается или нет, но, по крайней мере, стараемся. Эй, не надо меня так смотреть сегодня. Вы налоги платите, что ли, все? Скажите, что платите, я вам поверю. Скажите после этого, вы хотите это делать? Не хотите? Почему? Вы считаете, что они не справедливые? Силы не хватает отдыхать. Силы воли. Уже просто хотел бы, но не могу себя заставить. Сила воли нужна, чтобы расстаться. Ну, понятно. Окей. Это не только у тебя дома, оказывается. Вот тут тоже уже выросли, а тоже есть проблемы с обществом. Общество всегда хочет то, чего не хочет личность. И личность всегда возмущается. Она говорит, что общество по отношению ко мне несправедливо. Оно ущемляет меня в моих правах. Оно ущемляет меня в моих свободах. Оно берет в меня больше денег, чем это надо. Я прошу прощения. Вы, может быть, знаете страну, где этого нет? Все. Ну да, когда вы придете туда, точно там не надо будет платить налогов. Ну, мы пока про эту землю. Там с деньгами будет все попроще, знаете. Как в том старом анекдоте, когда мужик пришел на небо с золотым слитком. А на него смотрят и говорят, зачем ты сюда кусок асфальта принес? Потому что там улица, извините меня, и золото. Ну, и нужно понимать, что в царстве Соломона серебро почиталось за ничто. Ну, а в небесном Иерусалиме, соответственно, золото будет почитаться за ничто. Это все понятно, это все хорошо. Но пока мы на этой земле. Где есть такое место, где интересы личности не ущемляются? А где нету государства? В джунглях. Проблема. Я прошу прощения. В джунглях есть общество. А тогда оно будет ущемлять интересы. Лично. То есть надо быть вот тогда, понял, да? Где выход? Потому что по жизни всегда будет кто-то тебя хотеть того, чего ты давать ему не будешь хотеть. Ну, тихо. Вы научитесь сейчас. Ему даже рано в эту сторону еще. Я познакомлюсь с вашей женой, я у нее спрошу, что она по поводу вас думает. Это вы понял. Я понял, что вы уже думаете по отношению к ней. Теперь осталось выяснить ее мнение. Правда заключается в том, что если вы хотите знать, какой я человек, нужно спросить у моей жены, она расскажет. Она больше обо мне знает, чем я вам расскажу. Я надеюсь просто, что она не будет вам всю правду рассказать. Ну, в общем-то, она несколько больше знает про меня, чем я вам расскажу. И она, ну, как бы, скажем так, объективнее по отношению ко мне, чем я к себе. Ну, как-то вот так. Понятно, да? Конфликт понятен? И вот решить этот конфликт – это большая проблема. Все измы, все общества, они пытаются их решить. Ленинизм, марксизм, социализм, капитализм, демократизм, либерализм. Все течения, велосипские. Они пытаются решить конфликт между личностью и обществом. Бог приходит, говорит, да, хотел, говорит. Говорит, нету больше такого справедливого закона, как этот. Говорит, все. Говорит, найдите закон, который был бы таким же справедливым законом, как этот закон, который я дал вам. Есть такой? Вот критерий справедливости. У этого закона есть еще одна способность и особенность. Он говорит, кстати, я хотел вас предупредить, дописывать ничего не надо. Кстати, и убирать тоже, говорит, нельзя. Вот хорошая штука. Вот, вот, раз, все, и, говорит. Пользоваться можно. Ой, извините. Пользоваться можно, корректировать. Нельзя не дописывать, не убирать. Вот эта штука, все в одном, все вам что надо, оно здесь есть, и оно при этом какое? Совершенное и справедливое. Все остальные законы делались не так. Общность людей за определенный промежуток времени вырабатывала какие-то правила совместного проживания, вводилась в рамках закона, и потом процесс законотворчества никогда не останавливался. Ну, как в этом стране он ушел. Постоянно. Ну, процесс законотворчества, это же, ну, они специально для этого собираются, или именно творят законы. Потом приходит следующий созыв и продолжает опять творить. Я прошу прощения, в любой стране. А вот те, которые выходили, они все получили, ну, горецо, ничего с этой штукой делать не надо, вот вам, говорит, закон. Никто, никто, никогда больше этого не получал. Были, правда, еще одни, которые получили. Что, не знаете таких? Много было. Нет. Больше. Кроме этого уникального случая, кроме этого уникального случая, был еще только один случай, когда получили закон. Новый, да. Вот тот, который закон любви, закон свободы, закон царский, закон совершенный, закон нового завета. Все, больше не было. Вот тот, а потом вот этот. Кстати, в одну книжку записали. В одну книгу записали. И вот тот, и этот. Кстати, об этом тоже сказали. Лучше ничего не добавлять. И ничего не убирать. Ну, как бы, целее будете, если не будете заниматься процессом законотворчества. Тут все понятно? С бедными евреями, которые выходили из Египта. Ну, хотел вас, ну, это же мессианское общение, можно задавать вопросы. Хотел спросить вас, скажите, пожалуйста, чисто случайно, а где евреи получили первые заповеди? В пустыне. Хорошо, еще есть какие варианты? В Египте. Еще есть какие варианты? На Синае. Спасибо большое. Кто сказал в Египте? Молодец. Тебе пирожок, пятерка. Ну, что, что. Вы же читали исход. Двенадцатую главу. Постановление Песохи. Где оно, извините, было? В Египте. А постановление о праздновании Песохов входит в закон Муше? Значит, где первые заповеди получили они? В Египте. Ну, в общем-то, закон в пустыне требует, может быть, уточнения какого-то, да? Потому что, в принципе, в пустыне, но в пустыне по-разному. И здесь мы приходим к интересной вещи. Ну, очень легкий вопрос. Сколько заветов, не считая нового, не считая нового, Бог заключил с Израилем? Ну, еще раз, я спрашиваю, сколько заветов, не считая нового, потому что нового он тоже заключил с домом Израиля и домом Иуды. Правильно? Ну, я правильно понимаю? Ну, ему же, он обещал, что он заключит с домом Израиля и домом Иуды. Какой завет? Новый завет. Не такой, как тот. Да, так вот, два. Еще раз, повторяю. С Израилем. Авраам не Израиль. Израиль это? Израиль. Як. Так, а я сказал, с Израилем. Это после завета Авраама. Завет Авраама мы оставили в покое, выяснили, что их было два, ну, в смысле один, который, хотите в два этапа, ну, как хотите, да? Ну, мы говорили, что вообще два, 15-е, 17-е глава, но в 17-е вбирает в себя тот, поэтому мы говорим, что один. Ну, как бы, хотите в два этапа, хотите два завета, хотите один, в общем-то, тут просто нужно понимать, чего там происходило. Итак, вот тот, который Авраама, который был передан Ицхаку, потом который был передан Якову, который стал Израилем, вот этот мы не считаем. Теперь, с другой стороны, у нас есть новый завет, правильно? Эть, отодвинули. Теперь, между новым заветом и заветом Авраама у нас по плану был завет с кем? С Израилем. Смахнули под солба. Теперь задаем вопрос. А сколько же заветов с Израилем было заключено? Два. Первый. Ну, когда разбил, и второй. Ну, как еще четыре? Сорено два. Понял. Опять плохо. Хорошо. Наверное, в Египте я. Понял. Хорошо. Ладно. Вы пока в Египте найдите завет. Я пока буду вытирать, вы найдите. Нашли завет в Египте? Ну, долго будете искать, я думаю. Я понял, этот ответ прозвучал. Из этого ответа многое становится ясно. Валека мы не трогаем. Он прослушал. У него по долгу его служение, ему приходилось все это слушать. Причем, поверьте, не один раз. Итак, судя по всему этому, вы считаете, что скрижали завета первые, были первым заветом, а вторые скрижали, опять-таки, заветом. Ну, эти разбили, были вторым заветом. Я правильно вас понял? Окей. Скажите мне, пожалуйста, мне просто так, чисто по-человечески интересно, странные слова будут звучать, процедурно, как заключался завет? Я спросил, как процедурно заключался завет. Это процедура называется. 19 стих, читайте. Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и гозлов с водой и шерстью чередону, и отрапил, как саму книгу, отрапил народ. Бавляя на кровь зарета, который заповедал вам Бог. Спасибо. Это послание к евреям у нас. Глава 9, 19 стих. Евреям, 9 глава, 19 стих. Ну, евреям это нам. Мы определились, кто мы здесь, в этом классе все. Так. Итак, процедурно как это выглядело? Была книжка. Книжка была? Да. С которой что делали? Читали из книжки. А потом взяли, покрапили как саму книгу, так, собственно говоря, и народ. Меня интересует, это было вот здесь, здесь или вот здесь? Вот здесь. Правильно я понял? Кто еще, как думает? Тоже. Не надо так смотреть на соседку. Нет. Там ничего нету. Итак, где это было? Здесь, здесь или здесь? Вы не поверите. Я в курсе дела, что вы не помните. Слава тебе второй. И вы не поверите. Вы так не найдете. Надо знать, где листать. Вы не в той части листаете. Где? Первая, вторая или третья? Вот. У вас есть простой выбор. Здесь вариант номер один, вариант номер два и вариант номер три. Кто за вариант номер один? Раз, два. Отлично. Хорошо. Кто за вариант номер два? Раз. Кто за вариант номер три? Верной книге уже была, только она расскажет. Правильно. Да. Правильный ответ номер раз. Номер раз. В связи с вашим представлением есть определенные проблемы по отношению к Богу. По-вашему, получается, по-вашему, получается, что завета еще не было, а он уже их наказывал. Еще раз, только медленно. Завет еще не наступил, а он уже их, ну, буквально там зарезали три тысячи человек, а потом еще немного положили. А завета еще нет, еще ни о чем не договорились, а он уже просто их дубасит. Но правда заключается в том, что если завет-то у нас появляется вот здесь, вместе с книгой завета, которая прочтена вслух, и ребята говорят, все, что сказал, сделаем, и будем послушны. И он уходит у нас на 40 дней, а они такое начинают делать. 40 дней они назад тому сказали, никогда, никакой кумир, как ты мог вообще подумать про нас такое? Никогда. И через 40 дней делают что? Теренца. И говорят, слушай, вот так вот выглядит Бог Израиля, который нас только что вывел. Причем, когда идет речь о кумире, написано о том, что такие ребята, извините меня, ненавидят Бога. Ну, 20 главу исхода, открываем, смотрим. Не сотворит себя кумира, никакого изображения. Я накажу ненавидящих меня. Сотворение идолов, это выражение ненависти к Творцу. Они пообещали этого, извините меня, не делать. И через 40 дней они сделали. Величайший урок, который мы можем вынести. Когда вы ориентированы на лидера, а не на эту книгу, то стоит лидеру ненадолго отлучиться, вы такое можете учудить. Чего? Учили? Где? На основании этих мест так и учили, что нужно быть послушным. Вы не услышали меня? Все. Мужик оставляет вам книгу, говорит, я ненадолго отойду, а вы что должны делать? И выполнять. тут написано, что делать должны? Они книжечку откложили в сторону, говорят, ну мы тут знаем, что нам делать. Мы сейчас такое, но чудим. Чего чудили? Потому что не читали книжечку. Стоило ему ненадолго отойти, как бы с книжки, они натворили таких чудес, что потом самим не понравилось. Поэтому здесь ключевой момент. Вам дана книга, это для жизни. И даже если пастырь, раввин ненадолго отлучился, ну ненадолго, вот иногда дни на 40, то достаточно времени почитать, делать, чтобы не заблудиться. Понятно? Если вы ориентированы на личность, на такую прекрасную личность, как Моисей, а он ненадолго отошел, а вы не пользуетесь книгой, вы такое можете отчебучить, что потом самим будет стыдно. Понятно, о чем я говорю? Лидерство, оно должно быть основано на чем? Спасибо. На Писании. И для вас лидерство это помощь в познании Бога через Писание. Потому что, если лидер отойдет ненадолго, то Писание всегда будет с кем? С вами, мои хорошие. И это книжка, которая даст вам возможность правильно жить. И даже если вы куда-то не туда зайдете, он вернется и вас откорректирует согласно. А если вы положили в сторону и его нету, вы такое отчебучите, что потом он придет, ну и накажет сильно. Зачем вам это надо? Моисей пришел и серьезно спросил. Не шуточно. Понятно последовательность? И тогда понятно, за что наказывали? Наказывали за несоблюдение того, о чем договорились и о чем заключили завет. Понятно, да? Из всего этого выплывает еще одна неприятная история. Знаете, какая? Да я скажу, конечно. Смотрим внимательно на картинку, убираем лишнее. С этим мы разобрались. Согласно 24 главе. у нас это первые скрижали, да? А это вторые. понятно, да? Завет скрижали номер раз, скрижали номер два. Скажите мне, пожалуйста, завет есть, а скрижали? до этого времени? Нет. Оказывается, завет может существовать без... Еще раз. Еще раз, только медленно. 24 глава. у нас завет процедурно заключался на основании... Ну, как же вы мне теперь рассказываете без записанного слова? Извините, пожалуйста, вас не было на предыдущем занятии, не сбивайте всю аудиторию. Еще раз, мы про завет цена и не про завет ноя, не надо нас путать, мы сами запутаемся, спасибо. Итак, завет заключался на основании книги завета. И здесь мы видим наличие завета и отсутствие скрижали. Значит, завет может существовать без скрижали. Как это у вас теперь? Нормально? А до этого как было? Вот. А теперь хорошо стало. Помним, обетования могли существовать без завета. Еще раз, я сказал, обетования Авраама могли существовать без завета. И мы читали в 12-й главе, когда он находился в Уре-Халдейском, он получил обетование? А завета он получил первый через 15 лет, а второй через 29 лет. Обетования могли существовать без завета? Спокойно. Теперь я вас привожу к следующей мысли. Оказывается, и завет может существовать без скрижали. вопрос. А микрофон где? Уже можно давно было бы успокоить? Уже не надо. Смысловая нагрузка тогда скрижали. Смысловая нагрузка скрижали? Ну, отвечаю. символ завета. Знамение завета. Опа! Все достаточно просто. Знамение завета. Напоминалка. Хороший вопрос. Недостаточно было книги, нужно было еще сверхъестественное знамение завета в виде скрижали. Короткий вопрос. Короткий ответ. Можно? Нет. Спрашивайте. Зачем он расстроился? Расстроился очень сильно. Там написано сильно расстроился. Увидел вот это вот все. Он же кроткий. Ой, ну, послушайте. не будем. Там написано шел сделал. Расстроился. Ну, давайте не будем торговаться. Считайте описание. Расстроился человек очень сильно. Огорчился сильно. вас такие мелочи интересуют. А что он зарезал 3000 человек? Неинтересно? Неинтересно. Что он разбил? А что зарезал? А хрен с ним. Уже понятно, что зарезал. тут вот каменные скрыжали, это да. А то, что этих, что на них обращать внимание? Гады они. Овчарки немецкие. Ну, что вы обращаете внимание? Две каменюки. Согласен, другие дали. А с теми, что воскресли? Не обращайте внимания на мелочи. Какие пустяки? 3000 человек. Правильно, что они вспоминают? Итак, это были же не все жертвы. Там еще немного умерло потом. Да. Хорошо, окей. Пока вот эта глубокая мысль должна в вас войти, с трудом пропихнем ее, потому что, ну, я понимаю, скрыжали, ну, это же Одессе заповедей. Это же еще символ завета, который у нас превратился в равенство с заветом. Ведь проблема-то заключается в том, что скрыжали завета отождествились самим заветом. И когда мы говорим завет Маше, мы всегда говорим о десяти заповедях на скрыжали. А это же неправда. Там же была что у нас? Книга завета. фундаментом завета была книга, а не скрыжали. Ну, я бы сказал, читайте, написал. Ну, что ты читал? Где он взял книжку? Телефон у него заберите и отдайте мне. Телефон давай. Вот он знает. Какая голова? Это вначале было, это не в этой части. Я же понял, что ты не тем занят. Это было чуть-чуть раньше. Смотрим сюда. вот здесь находим 24-го. Читай, что там написано. Где взял книгу? Неправильно. Сейчас он нам скажет, где он книгу взял. 24-е 24-е 1. 24-е 1. 4 стих читать спасибо где взял книгу но все отлично держал дню написал собственноручно собственно опять проблемка заключается в том что когда вы прочитали слово книгу вы представили себе вы представили себе приблизительно вот от сих пор и не они не зачем вопрос не в этом проблема заключается вот в чем когда вы сказали книга вы представили себе вот так и мелким и бористым почерком ну начиная с бытия и закончила второзакония понятно да и понятно что это было не так не конечно нет она была значительно меньше подошла заповеди на тот момент времени было значительно меньше ясно и книга была небольшая скажем так небольшого размера с утра можно было записать и когда вы посмотрите это количество заповедей было действительно небольшой ну с 12 главы исхода до 24 если даже дочитать ну 23 включительно с 12 до 23 ну можно было написать вот это вот дело легко понятно да здесь все понятно можно теперь смахнуть под солба и задать вопрос который я ну с которого все началось не хватайте себе за голову да вот правильно вы помните вопрос сколько мы было заветом между заветом авраама и новым заветом и завета исключительно который бог заключил с кем с израильным вот и все ну что же простой вопрос ну чё получается три у меня лично ну вы же помните очевидный ответ он не всегда правильно а где второй мы как будто мы договорились где два именно меня просто интересует где третий и вас интересует то есть вы знаете где второй я правильно понимаю отлично и где у нас второй найдите мне где было скини и где был там завет и шо там написано что это был завет ищите ищите не давид не надо это не весь израиль завет с давидом это завет с давидом был завет со священниками опять это завет не я очень стараюсь подбирать слова почему потому что я определил совсем израиле не не частные заветы они там присутствовали завет со священниками завет соли завет с домом давида были еще заветы кроме этого мы не разбираем частные заветы потому что мы ну провалимся далеко и они не такие но принципиальные для нас нужно разобраться в общем-то такими глобальными вещами как-то расставить их хоть как-то на место уже понятно что потихоньку каша из головы уходит ну потихоньку еще у нас есть немного времени постараемся еще чуть-чуть оттуда вытеснить почему потому что на самом деле это принципиальная штука для понимания того что происходило и так три первый понятно двадцать четвертая глава окей теперь давайте-ка откроем двадцать девятую главу книги второзакония да опять закрываем откровение открываем это пятая книга по счету бытие исход левит числа и потом будет второзакония это вот так вот до книги судьи иисуса на вина не надо долистывать второзакония двадцать девятая глава чего написано ага еще чуть-чуть прочитаем вот слова завета завета еще чуть-чуть еще чуть-чуть о вот слова завета кроме завета на хари оказывается у нас была гора харив ну чтобы не возникало путаницы да он же это не две разные горы гора сена и гора харив скажем это одна и та же гора это утверждение не вопрос поэтому спорить не надо надо почитать соответствующую литературу чтобы прийти к тому что это одна гора это не две разные горы потому что можно сказать бинго у нас появился еще один завет на горе харив но нет это тот же завет на горе харив все нормально но вот в чем проблема проблема с названием книги книга у нас названа второзаконие и большинство из вас понимает что из названия книги следует повторение закона ну понятно да второзаконие это значит что закон повторяется но проблемка называется заключается в том что второзаконие название книги из септуагинты септуагинты септуагинта пятая книга в септуагинте называется второзаконие шутку с нами сыграли злую потому что книга называется вот вот слова вот слова название этой книги цеврита вот слова а тут же и говорится вот об этих словах извините извините тут как-то по-другому говорится вот слова вот же слова ну че же и причем для особо понятливых написано что вот слова кроме тех слов которые были сказаны вам ну на себя похоже это на повторение нет ну если вот слова кроме тех слов то на повторение точно не похоже проблема заключается в том что если вы откроете книгу к примеру предшествующую второзаконию последнюю главу прочитайте последний стих все есть заповеди и постановления которые дал господь сынам израилевым через Моисея на роднинах Моисея точно не на Синае ага нет это пока были слова послушайте существует проблема здесь у нас есть что книга есть понятная книга и если мы говорим книга то у нас есть определенный перечень о чем мы с вами договорились это понятно и причем когда есть определенный перечень о котором мы договорились мы заключили об этом что ну завет опять мы ни о чем не договаривались мы вспомним эту мысль мы ни о чем ни с кем не договаривались нам дали прочитали и мы сказали годится согласны будем послушны на сэвэнишма не будем сейчас разбирать это отдельная тема знаете да сначала сделаем потом услышим или сначала сделаем потом поймем окей но мы об этом договорились и покрапили как книгу так и народ но потом мы читаем потом мы читаем что оказывается дается еще определенный свод правил кроме кроме там так написано по-моему кроме слов о которых мы договорились на синае а здесь говорится там и на синае если вы прочитаете там еще кусок был дан на синае потом после заключения да но потом точно на мааве что-то дается да и этот завет заключается на равнинах маава понятно о чем я говорю кроме тех слов которые были даны на хариве или на синае окей так вот если мы об этом заключили завет то мы об этом заключили завет нет и тогда вот эта часть закона она у нас провисает она не входит в завет если она не вошла в завет является она обязательной для исполнения нет понятно поэтому Бог говорит не торопись давай заключим с тобой теперь завет вот об этом ну так там написано читаете да двадцать девятая глава еще раз читаем что там написано ну читайте читайте вот слова завета которые господь повелел на сей поставить на мидраль в земле мааве кроме завета которые господь поставил с ними на хариве вот слова завета а это что слова завета в смысле одно и то же ну там конечно там был часть на мааве и второзаконие тоже завет который заключался на мааве но там есть еще еще одну книга там тоже ну там на синае давался да первый первого стиха окей понятно о чем идет речь что тот закон который был дан позднее он включен был в еще один завет чтобы не получилось что эта часть как бы дана но вне завета вот слова о которых Бог заключил завет повторился он или присоединился к тому завету который был дан ранее сколько у нас получилось заветов теперь пока два пока вы не откроете двадцать четвертую главу книги Иисуса Навина двадцать пятый стих это завтра законим дальше не все знают это не к вам накажу 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 сейчас сильно я говорю сейчас могут быть неприятности нашел двадцать четвертая глава двадцать пятый стих читай я еще сейчас что-нибудь услышу и дальше следующий стих спасибо спасибо Чего здесь написано? О определенных словах, которые были вписаны куда? Да? Извините, сколько у нас заветов получилось? Шхем, да. Ну, сихем. Буквы С и Ш попутаны наглухо. Вы знаете, да, это полбеды Шмулика, знаете, да, Самуила, да, Ашлема, ну да, там с буквами есть некоторые проблемы. Итак, здесь все понятно? Сколько у нас получилось с заветом? Три. Но они все начинались у нас, и все они присоединялись к какому? И поэтому мы говорим о Синайском завете. Потому что он был тем, который был первым и к чему все присоединялось. Оно не висит отдельно, оно присовокупилось к этому завету. И поэтому мы говорим только о завете Синайя, который был заключен также на равнинах Маава и возле Шхема. Ну, мы не будем разбирать, когда Израиль обновлял эти заветы, потому что это отдельная история, достаточно интересная. Обновление заветов и такое у нас было. Это хорошее дело. Картина более или менее понятна стала? Понятно, да? Не совсем такая, как была раньше. Ну, извините. Нет, картина была. На самом деле, когда я вас спрашивал, вы себе нечто представляли. Но представляли, ну, мы можем разбираться, почему вы представляли, как вы представляли, зачем вы представляли. Мы можем все это делать. Чего? Чего? А скрижали вообще, это же отдельная тема, за это вам большое человеческое спасибо. Понятно теперь, что, в общем-то, основание выглядит точно не как скрижали. Еще раз. Основание выглядит точно не как скрижали. И вы меня простите. Бритмила, ну, то бишь, обрезание, да? Это только символ завета, а не сам завет. Понятен смысл выражения, да? Что бритмила, это только символ, а не сам завет. И у вас вдруг, почему-то, символ завета стал самим заветом. Но это не совсем корректно. Понятно, о чем теперь идет речь? Что не стоит весь завет сводить только к десяти заповедям. Потому что завет заключался о заповедях данных также на мае и также в шхеме. А в вашей интерпретации, вот то все можно вообще перечеркнуть и свести все только к десяти заповедям. Это некорректно. Понятно, да? Поэтому, когда вы встречаете людей, которые утверждают, что весь закон Моисея – десять заповедей, теперь-то вы точно будете знать о том, что это далеко не весь перечень. Что там еще немного присовокупили чуть позднее. И о том, что присовокупили, заключали отдельные заветы. Понятно, да? Важная мысль, которая опять повторяется, и я думаю, что мы ее будем долгом жевать, повторять и говорить. Заповеди отражали два величайших принципа. Возлюби Бога всей силой, всей крепостью, всем разумением и возлюби ближнего. И важно, читая все это, видеть принцип. Если вы младенец, вы видите только запреты или разрешения. Если вы возросли, вы видите принцип. Итак, а? Хорошо? Я думал, что вы что-то сказали, вы что-то хотели спросить. Все понятно, хорошо, это радует. Итак, люди, к сожалению, не всегда видят принцип, глядя на заповедь. Это понятно? Люди не всегда видят принцип, глядя на заповедь. Но если они не видят принципа, если они не видят принципа, то они исполняют заповедь, не понимая, что они делают. То есть, они исполняют ради того, чтобы это исполнили. Бог же, давая заповедь, руководствовался неким принципом. Принципом. Понятно, да? Теперь вопрос нашей взрослости. Что мы понимаем, глядя на заповедь? Запрет или принцип? Ну, это хорошо, если вы так понимаете. Потому что апостолы, к примеру, не всегда. Мы до сегодняшнего дня достаточно часто сталкиваемся с вопросом пищи. Ну, в мессианской общине. Можно ли есть креветок или нет? Ну, еще со свининой быстро можно, в принципе, разобраться. С креветками сложнее, вкуснее, наверное. Окей. Итак. И призвал народ, сказал им, слушайте и разумейте. То есть, он позвал и говорит, так, ребята, я сейчас вам что-то скажу. Предупреждаю. Надо понять. Не факт, что получится, но постараться нужно. И он говорит, слушайте и что? Понимайте, разумейте, отлично. Не скажу. Мне так будет интересно. Я, когда таким образом читаю, меня потом иногда спрашивают, ты откуда читал? Я говорю, вот из книжки. Я говорю, там такого не написано. Ну, вот я поэтому не говорю, а потом я скажу. Я потом скажу, хорошо? Я не утаю. Все будет хорошо. Итак. Я хочу полноты внимания, чтобы оно не рассеивалось. Итак. Слушайте и... Что? Не то, что входит в уста, оскверняет человека. Но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Все понятно? Ну, вы же не апостолы, поэтому вам все понятно. Он говорит, ребята, не то, что входит в уста, а то, что исходит из уст. Он объясняет некий принцип. Но те ребята были за... Ну, что вы ищете? Закройте. Потом я скажу, где открыть. Слушайте сюда. Вы рассеивайте внимание. Не надо. Сконцентрируйтесь. Слушайте и... Разумеете. Вам же не сказано, читайте. Вам же сказано, что делать? Слушайте. А потом будете читать. У вас перерыв будет. Быстро прочитайте, я скажу, где читать. Итак. Они соблюдали ритуальную чистоту. Соблюдали. И тут ребятам, которые соблюдали ритуальную чистоту, говорят. Послушайте. Трудно понять. Не то, что входит в уста, оскверняет человека. Но то, что исходит из уст. Они знали, что то, что входит в уста, что делает? Оскверняет. То есть, если вы скушали не ту свинью, а сквернились. А он говорит, послушайте, не важно вообще, что вы кушаете. Важно, что вы говорите. Он раскрывает им некий принцип. Они смотрят на то, что они делают. Понятно, да? Тогда ученики его, приступив, сказали ему. Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово «сия», соблазнились? Ну, они подошли к нему и говорят. Ты вообще подумал, что ты сказал? Вот тебе мужики. Ну, мы же с тобой, ну о чем ты говоришь? Мы же тебя понимаем, как родного. О чем? А вот они, вот именно они, соблазнились. Что он им ответил? Он говорит, да, точно. Он же сказал им в ответ, всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые, вожди слепых. И если слепой ведет слепого, то оба упадут. Ну, Петр не выдержал такого поворота, потому что они же пришли, ему сказали, мужики не поняли. Ну, давай объясняй. Они же соблазнились. Ну, так может, ты объяснишь? Он говорит, да ладно, что вы обращаете внимание. А я говорю, да оставьте их. Не знаю. Петр не выдержал. И говорит, Петр же отвечал, сказал. Изъясни нам притчу сию. Он говорит, объясни нам уже. Ну, ладно. Про них проехали. Говорит, ну, честно говоря, мы тоже не поняли. Ты что-то такое сказал? Они соблазнились? Ну, а мы просто не помнили. Мы не соблазнились? Ну, мы просто не понимаем. Говорит, объясни нам. Притчу. То есть, мы поняли, что ты говоришь не о том, о чем ты говоришь, а о чем-то другом. И вот эту притчу, которую ты сказал, мы не поняли. Давай объясняем, потому что, ну, как-то неудобно. Они же завтра придут, нас просят, а мы тоже не знаем. Ну, давай, объясняем, начинаем. Притчу. Он говорит, ну, и он им объяснил притчу. Говорит, неужели вы еще не понимаете? Говорит, вы еще не в курсе? Еще ли не понимаете, что входящие в уста проходят через чрево и извергаются? Говорит, вы еще не в курсе, как устроен процесс? Говорит, вы сначала кушаете, а потом какаете. Ну, если вы еще не знали об этом, ты в курсе делал, как этот процесс идет. Ты сначала кушаешь, потом чувствуешь, что пора, какой-то естественный такой процесс происходит, и ты точно подчиняешься команде. Идешь. Причем идешь быстро. Потому что если медлишь, команда усиливается. И ты понимаешь точно, куда надо идти. И там беззаговорочно понимаешь, что нужно с этим делать. А вот они думали, что это все притча. И он им говорит, неужели вы еще не знаете, что когда вы кушаете, вы после этого всего какаете. Они были сильно удивлены. Он говорит, подождите. А исходящее из уст, из сердца исходит. Сие оскверняет человека. Говорит, проблема в том, что вы не поняли принципа, через что приходит осквернение. Вы не поняли вообще. Он говорит, ребята, не важно, что вы кушаете, важно, что вы говорите. Они думали, что очень важно, как они помоют руки, что они будут кушать. Он говорит, вы не поняли, вы что-то делаете? Но для чего вы это делаете? Вы не понимаете. Вам это дано для того, чтобы вы научились принципу, как отделять чистое от нечистого. А вы поняли, что вот в этом смысл всей жизни. Говорит, так вот смысл всей жизни не в этом. Говорит, даже если вы что не то скушаете, читайте закон, к утру будете чистыми. Говорит, принцип в том, что вы, вот тут, говорит, могут быть проблемы. Потому что то, что вы говорите, каким-то образом связано с вашим сердцем. А вот это беда. Понятно? Принцип важно понимать. И принципу важно следовать. Следуя принципам, вы не будете нарушать заповеди по их смыслу. Почему? Потому что заповедь открывает определенный принцип. Нарушая даже заповедь, не нарушая принципа, вы не согрешите. Понятно? Нарушая заповедь, но не нарушая принципа, вы не согрешите. И поэтому Христос, мы сейчас будем смотреть в пятую главу Евангелия, от Матвея говорит, что если кто не соблюдает, и учит других не соблюдать, малейшим не речется в Царстве Небесном. Но спасение при этом не потеряется. А если вы сосредоточены на заповеди, о-о-о, тут беда пришла. Тут мы будем сражаться на двуручных мечах, смотреть друг за другом, показывать, что ты неправильно делаешь. И будем учить друг друга, как надо делать. А в Новом Завете написано, что не будете друг другу учить. И говорит, познай. Тогда важен принцип, а не скурпулезное выполнение постановления, которые по большому счету непонятно для чего даны. Понятно, да? Принцип, он вечен. Вот это нужно важно и нужно запомнить и понять. Вот тут можно сказать аминь. Ну и с этим счастливой мыслью разойтись на переживание. Попробуем сосредоточиться. Попробуем сосредоточиться и все-таки завершить все это на радужной ноте Нового Завета. Понятно, что я уже с конца прошлого пары, прошлого часа, приступил, в общем-то, к понятию Нового Завета. И к понятию Нового Завета я приступил в принципах, а не в заповедях. Окей? Нужно понимать такую вещь. Важно для понимания. Когда Бог выводит свой народ из Египта, он созидает его посредством закона, определяя все области его жизни. Понятно, да? Устанавливая место поклонения и способ поклонения. Понятно, да? Он созидает народ, давая ему закон, устанавливая место поклонения и способ поклонения. Евреи, как народ, формируются одномоментно, не так, как формировались все остальные народы. Все остальные народы формировались путем проживания на какой-то территории, вырабатыванием законов для этого сообщества, и либо навязанной им религии, или созданной ими самими религией. Понятно, да? То есть люди жили на определенной территории, вырабатывали себе законы, и навязывали им религию, или изобретали ее они сами. И это был достаточно длительный процесс. Понятно, да? То есть это не одномоментный процесс. В отличие от этого, евреи были созданы одномоментно. Их вывели, дали закон, и сказали, ребята, по этому закону вы должны жить, и потом их ввели на ту территорию, где они, в общем-то, и должны были это все и соблюдать. Понятно, да? Когда мы посмотрим в Новый Завет, мы увидим, в общем-то, ту же картину. Был создан народ, которого не было. Создан одномоментно. Ему дали новый закон. Способ поклонения и место для поклонения. Как это новый закон? Новый народ? А вы некогда не народ. А ныне народ. Некогда не помилованный. А ныне, извините. Как это новый народ? Он из двоих создал в себе одного нового человека. Ефесянам откройте вторую голову. Да, уже, да, уже, да, уже, это прошлое время, да. Ну, и Ефесянам вторую голову открывайте. Это ближе к концу Библии. Да, вторая глава. И так, и вас смертно попристили. Не, 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 я же сказал вторая глава. Вторая? Вторая. Вторая. Вот здесь вот. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильства, отчуждены от заветов обитования и не имели на небе, и были безбожницы в мире. Дальше. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали грезти кроме Христовой. Дальше. И был мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди трекраду. Соделавший из обоих? Соделавший из обоих одно. Соделающие или соделавшие? Хорошо, что все хорошо? Все, что там стало? Все. Другого способа приятия нету. Веры мы узнаем, как все сотворено. Ну, извините, другого способа не предвидится. Только один есть способ, это вера. Причем, ну, нужно понимать, что это такое. Веришь, у меня 2 гривны есть в левом кармане? А я же не спрашиваю, знаю. Если ты будешь знать, то тебе не надо верить. Пока я тебя спрашиваю, веришь ли ты, что они там есть? Не, 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 мой хороший. Не, 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 не. Допускать это не верить. Я тебя спрашиваю, веришь ли ты? А? Веришь, окей. Может, кто-то не верит? В каком кармане? В левом. А? В левом уроке знаем. Откуда? В левом. В левом? В левом. Он переложит. Не верит. Отлично. Спасибо большое. То есть, у нас есть люди, которые мне не верят, и люди, которые мне не верят. Левый. Левый. Я не возражаю. Вам не надо было верить, а я спрашиваю про тех, кому надо, что сделать? Верить. Итак, ваша вера повлияла на результат? Может быть, его вера повлияла на результат? Они там были. И вы могли поверить и принять это только одним способом. Каким? Верой. Итак, верой мы познаем, как все устроено. Как веки устроено. Вера, 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 вера. Только вера не в мои слова, а в слово Божие. Поэтому, что я, в общем-то, мог обмануть. Ну, возможно такое. И тогда бы вы мне в следующий раз, что? Не поверили. А он никогда не обманывает. Он не человек, чтобы ему лгать или изменяться. Поэтому то, что он говорит, вы можете в это, что делать? Верить. И другого способа, извините меня, не будет. Понятно, да? Итак, прошедшее время. Что вам делать? Цель делала забоев одно. Что вам делать с этим? Верить. Все, встал. Делать не тянет. Там в других местах написано, что надо делать. Пока вера. Пока вера узнаете, да? Да, а потом я вам прочитаю следующее место написания, что вера бы сделала, но помните, да? Так ничего не надо делать. Ну, в зависимости от вашей веры, мертвая или живая. Какая? Ну, у вас определитесь. Тогда будете делать, все хорошо. Понятно, да? Пока с этим ничего не надо делать, с моими деньгами тоже все хорошо, они у меня останутся. Потому что переживали, что я их потеряю. Итак, здесь все понятно? Вы некогда, не народ, а ныне, как он это сделал? Ну, вот так. Раз и сделал. Одномоментно. Дал он нам новый закон. Да, закон любви, закон свободы, закон царский. Он дал нам новый закон. Он дал нам новое место поклонения. На всяком месте. Он нам дал способ поклонения. Да, в духе истины. Итак, выводя евреев, он дает им закон, создает посредством закона себе новый народ евреев, как народ. потому что до этого они были родовым обществом, дает им землю по обетованию, определяет место поклонения и способ поклонения. Смотрим в Новый Завет. Смотрим в Новый Завет. Смотрим в Новый Завет. Дает закон, созидает в себе новый народ посредством закона, потому что если вы не принимаете этого закона, то вы не попадаете в этот народ. Дает место поклонения и способ поклонения. А название? Кого? Народ Божий. Устраивает? Евреи. В чем проблема? Какая-то сложность с этим? Вы же себя вчера обозвали евреем сами. Да, да, да. Я помню, помню. Я вам напомню еще это. Скажите спасибо, что это я, а не на улице. Будет хуже, если они там начнут говорить. Итак, понятно? Что-то изменилось? Ну да, новый закон, новый принцип, новое обетование, новое основание. Но когда вы смотрите на все это, закон, народ, место, способ поклонения. И суть, чтобы человек мог приблизиться к Творцу. Поменялось? Нет. Итак, мы видим некоторые изменения, принудительное введение всех в завет. Потом мы видим ответственность Отца вести завет. Потом мы видим ответственность Отца плюс добровольное вхождение в завет. И сейчас мы видим добровольное вхождение в завет. Все понятно? Этой этапы возрастали. Здесь все ясно? Пожалуйста. А кто он сказал, что там все поверили? Ой, я вас прошу. Ну зачем вы так? Ну мы сегодня говорили о тех, которые поверили, которых потом пришлось зарезать. Вы почитайте, как они все поверили или что они там делали. Вы когда прочитаете, вы прозреете. Прочитайте, что Бог говорил, что они вообще пацаны такие были все, далеко не верующие. И все время что делали? Они там все поверили Моисею, да? А вы случайно не помните, что там было возле моря? А? Чего было? Прошли уже. Прошли. Все хорошо. Он говорит, слушай, а вообще вот там было неплохо. Ты что, сюда вы умирай, да? Это верующие, которые поверили, большинство. Хорошо. Хорошо, давайте, давайте мы остановимся в этом, потому что мы сейчас заниматься начнем не тем. Окей? Поэтому мы остановимся. Если останутся вопросы, после подойдете ко мне, мы с вами обсудим. Итак, в общем-то, в общем-то, предупредили и сказали еще тогда, что придет такой же, как Моисей, и его надо слушаться. И, в общем-то, сказали, что не все послушаются. Предупредили. И сказали, а те, кто не послушаются, душа та истребится из народа. Предупредили? Ну, в общем-то, он и пришел. Другого подобного Моисею, извините, не было. Чем он подобен Моисею? Нет. Ну, были пророки, посланные Богом, они же были избраны, и шо? Шо-шо-шо? Спасибо большое. Он принес закон точно так же, как принес Моисей. Никто больше не приносил закон. И пророчество было, что из Сиона выйдет... Кто? И Сиона выйдет Тора, Слово Божье из Иерусалима. Ну, что вы, песен не поете? Я у меня нету голоса и слуха, лучше вам не заставлять меня петь. Я давно перестал это делать, вы меня на такие подвиги толкаете. Вы шо? Я когда женился, у меня у жены высшее музыкальное образование. Она когда услышала, как я пою, говорит, тебе не надо этого делать. Не надо. Говорит, пожалуйста, не пой. А я очень любил петь, я подпеваю, она говорит, Дима, не надо, я не могу уже слушать. Поэтому вы меня не заставляйте петь, потому что вы будете сильно разочарованы. Итак, вспомнили песню «Из Сиона выйдет Тора». Ну, хорошо. И Слово Божье из Иерусалима. Она как бы... Было предупреждение нам, что произойдет такой момент, что закон, учение выйдет из Сиона, а не Синая. И был тот, кто принес нам все это. Такой же, как и Маисей. Другого не было. Такой же. Вы... Понимаете, в чем дело? Окей, я понял вопрос, я стараюсь ответить, ничего не надо, я все понял. Если я не понял, вы меня потом поправите, давайте сэкономим время. Итак, такой же, как Моисей, и я вам провел параллель, в чем он такой же. Понятно, да? Маше был лидером, избавившим народ и принесший закон. Был ли еще пророк, подобный Маше, который бы избавил народ и принес закон? Был? Быстрее отвечайте, нет. Правильный ответ нет. Окей. Итак, мы провели параллель. Теперь, когда вы добавляете слово «такой же», да, подобие мы определили, но это не значит, что он стал человеком. Нет, Ишуа был Богом. И понятно, что это были две разные личности, две разных природы и так дальше. Мы не об этом сейчас говорили. Поэтому, когда мы говорили об этом, мы говорили только об этом подобии и больше ни о чем. и поэтому не надо расширять рамки этого подобия. Испрашиваю, такой же? Нет, не такой. Мы определили достаточно узко. Окей? И точно так же, что он создал нас по образу и подобию. Потому что мы такие же, как он. Нет, мы подобные. Окей? Такой же. Честно? Да. Окей. Все, разобрались. Итак. Мы видим, что он принес закон. Принимая этот закон, мы вступаем в завет, становимся частью его народа. Для нас определено место поклонения и способ поклонения. Понятно, да? И нужно понимать, что мы достигли определенного времени, когда наступила полнота времен. Бог послал своего сына. То есть, мы достигли, человечество, евреи, достигли определенного возраста, наполнилась, наступила полнота, сосуд наполнился, и это произошло. Мы стали взрослее и требования к нам стали больше. И поэтому, когда мы смотрим в Синайский закон, мы понимаем принцип, но требования к нам, потому что, ну, в общем-то, закон-то совершенным стал. Закон любви, закон свободы. И если там была какая-то планка, которую вы должны были достигнуть, и меньше нее было нельзя. И дальше было сказано, послушай, если ты захочешь больше, то пожалуйста. То сейчас эта планка, извините меня, еще немного поднялась. И теперь, если мы ориентируемся на вот эту планку и пытаемся ее занизить, то мы не поняли, куда мы пришли. Требования к нам выше. И нужно, читая Нагорную проповедь, видеть, что он говорит. Вы слышали, что сказано древними, а я говорю вам. И его планка? Говорит, вы слышали, что нельзя убивать? Говорит, хочу вас обрадовать. Даже говорить гадости в сторону брата не стоит. Вы слышали, что нельзя прелюбодействовать? Слышал ты? Молодец. Так вот, тебя предупреждаю, что даже смотреть не стоит. С вожделением. Планка она как? Раньше смотри, обсмотрись. Если не прелюбодействовал, претензий нету. Сейчас будут. Понятно, да? Ну, там обсмотреться тоже нельзя было, потому что возникало желание, было написано, не вожила, и, короче, тоже были неприятности. Жужжит. Итак, все понятно? Все понятно? Требования? Планка повыше. И вы стали несколько взрослее. Почему? Потому что наступило время любви. Знаете, это определенный возраст. Вот он его еще не достиг. А задачи те же, какие же у нас остальные? Прийти к Богу. И? Что и? Разнести? Да, 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 да. Великое поручение. С этим мы уже давно разберемся. Вот смотрите, объясняю. Вот, молодой человек, ну, как бы, уже мысли любить появляются. Да? Не красней, не надо. И вот, молодой человек, уже время, извините меня, наступило. Ответственность у него и у него разная? Да? Да? Так что ты, когда думаешь о любви, вспоминай, смотри на него и вспоминай про ответственность. Сразу вот, понимаешь, вот хочу, а потом он думает, что оно не надо. Понятно, да? Что ты смеешься? Тебе легче всех думаешь? У тебя будет своя ответственность. Это нервный, понял? Хорошо. У тебя своя ответственность, и тоже я тебе скажу, тоже нормально так. Тебе тоже нормально досталось. То есть, любить, это, ну, прежде всего, ответственность. Это не совсем то, во что это все превратилось. Потому что, на сегодняшний день, когда мы выходим на улицу, они же не понимают, они думают, что это безответственно. И это без определенной ответственности. И когда люди понимали ответственность, ну, читаешь в Новом Завете, они говорят, если такая ответственность, так может лучше и не жениться? Ну, так они спрашивают. Это про апостолов, это не про тебя. Тебе можно будет жениться, все хорошо. Ну, свое время, не спеши, главное. Итак, ответственность, когда пришло время любить, она что? Вот она понимает, что такое обручение. Большинство из мужчин не понимают. А вот девушки, они понимают, что такое обручение. Это серьезный шаг. Так вот, Христос нас что сделал? Обручил. И когда он обручил, у нас появилась определенная ответственность. Хранить чистоту, верность, готовиться к свадьбе. Помнишь, да? Ну, это уже в прошлом, но все равно свежо. Ну, это правильно. Понятно, да? Ты когда обручишься, тоже появится ответственность. Конечно, у девушки другая, у мальчиков одна ответственность, у девушки другая, но принцип хранить чистоту, верность, он остается, потому что вы обручили девушку себе, и, соответственно, есть ответственность. Понятно, да? И когда Христос говорит по отношению к церкви, что он обручил, ответственность стала такая, как у маленькой девочки? Нет, она поднялась. Она поднялась. И поэтому, читая Нагорную проповедь, мы видим, что планочка у нас. Принципы остались те же? Да. Но требования к нам выше, потому что, ну, как бы повзрослее, в другой завет зашли, более совершенный завет, и поэтому требования к нам выше. Понятно, да? Ну, и возвращаясь к пятой главе Ивана Глядт Матвея, и опять-таки, к некоторым тонкостям закона, да? Тут написано, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнил. Мы очень быстро, я буду говорить, пятая глава Ивана Глядт Матвея, семнадцатый стих. Итак, спрашивайте меня, ну, все равно я слышу. Итак, очень быстро, мы говорили о слове разницы в понимании Тора и Номос, и поэтому попробуем прочитать этот стих, исходя из понимания слова Тора или учения. Вы слышали, не думайте, что я пришел нарушить Тору учения или пророков. Оно связывается тогда в единую цепь. Законы пророки в понимании Номоса это не одно и то же. Закон это свод заповедей, а пророки это пророчество будущего. Понятно, да? То есть, два смысловых понятия. Когда мы говорим учение и пророчество, мы как бы говорим уже более цельное, полное, одно понятие. Да? И тогда не будет конфликта, читая ниже стихи по поводу нарушить заповедь. Почему? Потому что если мы здесь понимаем, что невозможно нарушение заповеди, то тогда не совсем понятно, о чем говорится в девятнадцатом стихе. Итак, не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Учение, которое было у евреев о спасителе, о мессии, оно исполнилось во Христе? Да. Пророчества, которые были об этом, исполнились? Да. Да. Здесь все становится на места. Он говорит, послушайте, я пришел для того, чтобы это все исполнилось, то учение, которое было, и те пророчества, которые звучали. И здесь ваша задача не думать о том, что я пришел нарушить. некоторые будут думать о том, что ты не исполнил пророчество. Понятно? Были евреи, которые не верили? Сегодня есть евреи, которые не верили? Но он говорит к тем, кому он обращается, говорит, вы должны так не думать. Вы должны знать о том, что я пришел исполнить. и здесь никоим образом не говорится, что он обращается к тем, кому он говорил, говорит, вы должны исполнять закон и пророчество. Говорится здесь об этом? Нет. Понятно? Когда разбирается это местописание, часто люди говорят, вот же он пришел не нарушить, но исполнить, значит, я должен что делать? исполнять пророчество, а не о тебе есть в этой книжке? Понятно, о чем идет речь? Говорит, послушайте, вы должны верить в то, что я пришел это сделать. И здесь никоим образом не говорится о том, что это вы должны делать. Здесь говорится о том, что вы должны и так не думать по отношению к нему, а думать с точностью наоборот, что он пришел исполнить все учение и все пророчества, которые есть в этой книге. Ибо, истинно говорю вам, пока не пройдет небо или земля, ни одна иота, ни одна черта не придет из торы, из учения. Пока не исполнится все. Другими словами, он говорит, ребята, пока не исполнится все, что сказано, пока эсхатологическая картина, завершение всей этой земной жизни не исполнится, все будет на месте. Ничего не изменится. Он говорит о неизменности пророчеств, о неизменности учения, но он не говорит о неизменности закона. Понятно, о чем идет речь? Хорошо? Еще раз. Окей. Истинно говорю вам, пока не пройдет небо или земля, ни одна иота, ни одна черта не пройдет из учения. А тут не говорится об изменении закона. Тора, 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 учения. Я говорю еще раз. Смотрите, он говорит, мы имеем некое учение. Мы имеем учение о искуплении. Имеем мы такое учение? Мы имеем учение о втором пришествии. Имеем мы такое учение? Мы имеем учение о судах или эсхатологической картины, чем все закончится. Причем, когда мы смотрим в это, это является, как ни странно, основой. Говорит, посему оставим в начатке учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Послание к евреям, 6 глава, с 1 стиха. Почитаем. Итак, он говорит, послушайте, ребята, есть учение о спасении, об обращении, вере в Бога, о возложении рук, крещении, о воскресении мертвых и о судах. Есть такое учение? И это является основанием, говорит, начатками учения Христа. Это начало. Ну, то есть, просто вы должны понимать всю эту картину, как целую, и это есть начало, куда вас пригласили. Без воскресения, говорит, ваша вера тщетна. А что вы думаете, без учения о судах ваша вера что-то стоит? Потому что он говорит, послушайте, все дадим отчет, имеющему, что делать? Судить живых и мертвых. Говорит, будет суд, ребята. Будет суд. И это есть вера наша. И здесь он говорит, ребята, небо и земля, они не перестанут существовать, пока не исполнится все вот это. Ну, говорит, послушайте, они же перестанут существовать. Небо и земля, они перестанут существовать после того, как все это исполнится. А до тех пор, пока небо и земля существуют, ничего не исправится из этого, не исчезнет, пока не исполнится. Идет ли здесь речь о Моисеевом законе? Понятно, да? Что сделало греческое мышление, греческий подход и одно слово? Номас. Вместо слова? Тора. И здесь он говорит, послушайте, ребята, вы должны знать. Истинно говорю вам. Да, коли не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не пройдет из учения, пока не исполнится все. Он говорит о незыблемости учения. Какого учения? Вера в Бога, обращение от мертвых дел, крещение, возложение рук, судах. Так, все будет на местах. Ни одна йота из этого учения не исчезнет. И закон Моше к этому, в плане не исчезнет ни одна заповедь, не имеет никакого отношения. И тогда понятно, что он говорит, ну и так, кто нарушит одну из заповедей этих малейших? Тот малейшим наречется где? Тогда становится на места. Он говорит, ребята, ничего страшного. Если вопрос идет о заповеди, то ничего страшного. Но если вопрос идет об учении, ни одна йота. Понятна разница? Потому что если бы шла речь о законе, то непонятно, куда прилепить 19 стих. И бейцы, и пьяницы. И что? Это в принципах. Еще раз, принцип. Скажите, пожалуйста, извращенцы наследуют царство Божие? В законе Ноха. Было прописано это? Нет. А судимо было поколение Ноха за извращение? А что же вы решили, что блудники царства Божие не наследуют? И это написано только в законе Моисея. А вот здесь очень длинный вопрос. Малейших. К примеру, если вы руки будете не мыть перед едой, на спасение не повлияет. Даже если вы хрятствените кусочек свинины, мало этого, я вас могу уверить. Даже если вы будете учить других, что можно это кушать, на спасение не повлияет. Будете в царстве Божием, ну, маленьким таким. А если не будете кушать свинину, вы шеем будете таким. Ну, не таким, а ну, может чуть побольше. А если креветки, ну, понятно, это же градация размера. Но не критично. То есть, если вы хотите, пожалуйста, но учтите, будет влиять на размер. В царстве Божьем. Как вы поступаете, как вы будете учить других. Но если вы будете учить прелюбодействовать, помните царство Божие, не наследуйте. Принцип. Пища. Да кушайте на здоровье. Послушайте, процесс пищеварения понятен и ясен. Не в этом проблема. И если вы будете учить, о чем кушать, да не переживайте. Но если вы будете нарушать принципы и учить других нарушать принципы, о-о-о, придется отвечать. Понятно, да? Ясно немножко теперь стало? Куда мы попали? В Новый Завет. Добро пожаловать в Новый Завет. И принципы Нового Завета, они вечные и были открыты человечеству, начиная с сотворения. Как это ни странно. Бог вложил закон совести в человека, начиная с сотворения. Да. У меня вопрос. Ты хорошо знаешь закон Божий? Нет, нормально. А хорошо знаешь, когда ты согрешаешь? Ну, слушайте. Невероятная вещь. Оказывается, не очень хорошо знает Библию, но точно знает, когда согрешает. Не точно, поменялся. Но совесть не судит тебя, нет? Не особо. Значит, судит, но не особо. Я тебя поздравляю. Что-то не так с совестью. Надо с ней будет разбираться. То есть, если судит, но не особо, значит, с ней уже что-то не так, потому что должна судить. Окей. Ты используешь выражения, которые на самом деле говорят о наличии совести в ее суде. Градация суда – это уже дело второе. То есть, насколько тебя приводит это в печаль, в трепет. Это уже там 28-го дела. Но если уже так стучит, ну, не вот так, а вот так, значит, все нормально. И счет не потерян для этого общества. Если тихонько так постукивает, говорит, ну, может, что-то не так. Уже все нормально. Главное, не задави ее. Там скажи, да не, все там, молчи. Вот это вот плохо будет. А если ты ей даешь спокойно стучать, то все хорошо. Понятно, да? Потому что Бог, Он дал человеку вот этот инструмент. Закон совести. И дал ее с момента сотворения. И поэтому, даже если вы новообращенный, даже вы мало знаете Писание, послушайте, все равно Бог будет обличать вас, наставлять вас и работать с вами. Даже если вы не очень этого захотите. Аминь? Ну, с чем я вас и поздравляю. Понятно, история заветов. Понятно, что принцип, основные принципы, которые вы должны запомнить. Помним эту картиночку. Помним? Передача Откровение. В Завете было? Все было. Начиная от Адама до Авраама. Был закон совести? Был. И здесь мы видим, вот отсюда сюда, просто требования выше. И придя сюда, мы пришли к самым высоким требованиям. Но базовые требования, они никогда не менялись. Принципы базовые, они никогда не менялись. Просто с возрастанием требования к вам возрастают. И поэтому, читая закон Божий, вы должны видеть принципы, которые в полноте вступили в силу в Новом Завете. Аминь. В момент покаяния? Произношения? Я еще раз повторю. В момент покаяния. Мы входим в учение об обращении к Богу. Веря в Бога и обращение от мертвых дел. И мы должны понимать, что есть несколько точек зрения на этот вопрос. Есть разные учения о моменте вхождения в завет с Богом. О вхождении в завет с Богом, о погружении в общину или в церковь. Есть разные вероучения. Я, в общем-то, скажу так. Я не знаю вероучения, ну, как бы, достаточно подробно, я не знаю вероучения вашей общины. Я не думаю, что оно коренным образом отличается от вероучения там, Киевской мессианской общины или других церквей. Ну, могут быть нюансы, я бы не стал их обсуждать. Я верю в то, что человек вступает в завет с Богом в момент покаяния или рождается свыше в момент покаяния. Есть варианты. Я верю вот так. Кто-то может по-другому, это не принципиально. Но вопрос в чем? Мы не говорим о формальном исповедании. Мы говорим о моменте покаяния. И как этот момент покаяния проходил, у каждого он, возможно, проходил абсолютно по-разному. Кто-то это делал перед телевизором, кто-то это делал во время чтения Писания, кому-то помогли произнести эту молитву дома, кто-то мог произнести эту молитву в общине или в церкви. Все очень по-разному и очень индивидуально. Но я думаю, что тогда, когда вы обратились к Богу и покаялись, вы знаете, когда это произошло. Я ответил каким-то образом. понятно, да? Приятно было с вами общаться. Большое спасибо. Вы очень хорошая аудитория. Очень хорошо. Могу сказать, мне очень все понравилось. Большое спасибо. Пусть Бог был оставить вас, чтобы вы были исполнителями этого слова, а не только слушателями. я надеюсь, что этот курс послужит неким фундаментом, на котором вы более корректно отстроите все ваше духовное здание. Он позволит вам расставить все более четко на тех местах, на каких эти события стоят, согласно Слову Божьему. Потому что есть некоторый хаос, некоторые представления, основанные на наших представлениях ни о чем. Может быть, какие-то проповеди, какие-то книжки, какие-то учения. Может, ну, вот мы так себе представим. Ну, основная мысль-то да, приведите все в соответствии с Писанием. Ну, и помним о том, что я не отвечаю за все, что я наговорил здесь перед вами. Я, в общем-то, хочу я этого или нет, отвечу все равно перед Богом. Даже если я не хочу, отвечу. Поэтому я буду отвечать не перед вами, а перед ним. Если я кого-то, конечно, обидел, был жесткий, простите меня, пожалуйста. Извините. Я не могу сказать, что я так уже не хотел. Иногда я хочу. Иногда это специально, а не случайно. Ну, иногда случайно. Так что спасибо за то, что вы меня прощаете. И следующий момент, конечно, помните о том, я еще танцую. Я не только пою, я еще танцую. Вы уже улетаете, да? сейчас все это произойдет, сейчас и мы попробуем, Спасибо. Хотя музыка хорошая такая. Итак, смотрите, вы отвечаете перед Богом, чтобы вернуться к вашим конспектам, размышлять, молиться, ну, в общем-то, и принимать откровение свое, чтобы это было ваше откровение, и чтобы вы уже формировали и жили согласно вашему откровению, а не чувству. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шалом, дорогие друзья! Еврейская мудрость говорит следующее «Не говори на досуге поучусь, потому что досуга может и не быть». И глядя на темп нашей жизни, мы понимаем, что это правда. Множество вещей претендует на право быть в нашем сердце, но Бог говорит, что человек, который сокрыл его слово в своем сердце, он получает благословение, и я верю, что у каждого из нас есть призвание, и Бог желает, чтобы каждый из нас реализовал себя в этом призвании. Поэтому мы приглашаем вас учиться, мы приглашаем вас углубиться, мы приглашаем вас принести плод. Я верю, что это хорошее благословенное время. Игорь Негода,